Половина девятого утра у входа на избирательный участок в школе номер 22 царит атмосфера праздника. Всех избирателей встречают артисты, в фойе угощают чаем и блинами. Жители Сходни перед работой спешат исполнить свой гражданский долг и отдать голос за одного из четырех кандидатов в президенты Российской Федерации. За порядком и безопасностью на выборах традиционно следят наблюдатели, представители партии, полицейские. Одной из первых на участок приехала депутат Совета депутатов Надежда Смирнова. Народная избранница исполнила свой гражданский долг и призвала всех химчан прийти на выборы. Многое зависит от нас. Какая будет наша страна, какое будущее будет у наших детей и внуков. Приходите на избирательные участки, выбирайте достойного кандидата. Уже с самого утра на избирательные участки многие приходят семьями, в их числе председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Организация на высшем уровне, члены комиссии доброжелательные, вежливые. Ну и, конечно, праздник, который организован. Это и раздача блинов бесплатно происходит. Выступают творческие коллективы и на улице. Поэтому это действительно праздник для всех нас. Депутат Руслан Шаипов также решил проголосовать в первый день выборов. Вижу, насколько активно жители приходят и голосуют. Призываю всех граждан, кто этого еще не сделал, прийти и сделать свой выбор. Проголосовать за стабильность, за развитие нашей страны. Для удобства также работает механизм «мобильный избиратель». Можно было выбрать удобный для себя участок и проголосовать в любой точке страны, вне зависимости от регистрации. Впрочем, несмотря на новые возможности этой выборной кампании, традиционные способы волеизъявления по-прежнему пользуются большой популярностью у жителей Химок. Выборы определяют дальнейшее развитие страны. И очень важно, чтобы каждый проявил свой гражданский долг. Я сделала свой выбор. Поддержать своего кандидата можно 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Узнать свой можно на сайте Центральной избирательной комиссии России. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, Новости Химки ТВ.